Уважаемые судьи, вы готовы? Замечательно. Время. Добрый день, уважаемые судьи. Давайте зададимся вопросом, что такое вдохновение. Вдохновение — это творческий порыв, который толкает человека на создание чего-то нового. В кофейне, в которой я работаю, я занимаю должность бариста-технолога. И моя задача — создавать новые авторские напитки. А для этого нужно всегда искать новые вкусовые сочетания и напитки. Сегодня я покажу вам, как кофейная и алкогольная культура могут вместе взаимодействовать. Давайте начнем. Кофе, который я выбрал, из Эфиопии. Регион Джима, кооператив Дурамино. Сорта — эфиопское наследие. Кофе произрастает на высоте 1900 метров над уровнем моря. Он был обжарен 14 дней назад. Общее время обжарки составило 12 минут, а общее время развития — 80 секунд. Такой профиль обжарки позволил раскрыть максимально вкус, заложенный в зерно терруаром. Это очень сладкий кофе с очень интересной ягодно-цитрусовой кислотностью. Именно поэтому я его выбрал для приготовления своих напитков. Уважаемые судьи, сейчас я готовлю 4 шота эспрессо для приготовления своего холодного напитка. Рецепт которого — 20 грамм кофе и 38 грамм на выходе. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я профильтрую эспрессо через бумажный фильтр, используя аэропресс, чтобы сделать вкус моего кофе более чистым. Для своего холодного напитка я буду использовать испанский джинн Море. С нотами розмарина, можжевельника и лимонной цедры. Этот джинн прекрасно раскрывается в холодных напитках. Делает его освежающим и очень сочным. Я добавлю 40 миллилитров на обе порции напитка. Следующим ингредиентом, который я добавлю, будет мандариновый сок, который я приготовил заранее, используя свежие израильские мандарины. Эти мандарины отличаются высокой сладостью и низкой кислотностью, что позволит мне подчеркнуть сочность моего эспрессо. Я добавляю 80 миллилитров на порцию напитка. Далее я добавлю сироп из маракуйи, который я также приготовил заранее, используя 200 грамм свежей мякоти маракуйи, 300 грамм фруктозы и 200 грамм сахара. Я поместил все эти ингредиенты вместе в вакуумный пакет и варил сироп в сувиде в течение 6 часов при температуре 70 градусов. Такой метод приготовления позволил сделать мой сироп менее кислотным, но при этом не потерять никакие вкусовые характеристики. Он подчеркнет свежесть моего джина, а также усилит сочность моего напитка. И последним ингредиентом, который я добавляю, будет настой из еловых шишек, который я также приготовил заранее. Используя 80 грамм еловых шишек, 200 грамм сахара, ой, извините, 200 грамм воды, сахар я не использовал, и 2 грамма агар-агара. Все ингредиенты я варил в течение 10 минут при температуре 80 градусов. Затем настоял все ингредиенты в течение 4 часов. И последним штрихом в приготовлении моего холодного напитка будет перемешивание и охлаждение всех ингредиентов вместе в шейкере. Я выбрал бокалы для вина, так как их форма позволяет равномерно распределить напиток при его употреблении. Температура напитка будет составлять примерно 10 градусов, что позволит подчеркнуть сладость моего напитка, а также освежающие характеристики рома и сочность. По вкусу вы почувствуете маракуйю, абрикос, розмарин и лимонную цедру. В послевкусии горький шоколад, розмарин, можжевельник и шишковое варенье. Мой напиток идеально подойдет в летний жаркий знойный день, когда хочется выпить чего-то освежающего. Он вас освежит и расслабит. Пожалуйста, наслаждайтесь. Пока вы пробуете мой напиток, я приготовлю лунга для своего горячего напитка. Спасибо. У Айрата остается еще 3 минуты до конца выступления. Остается меньше 3 минуты до конца выступления Айрата сейчас. Для приготовления лунга я использую тот же самый кофе. Соответственно, оба моих напитка будут готовиться на Эфиопию Дурамино. Рецепт лунга. 18 грамм, извините, 20 грамм кофе и 150 грамм лунга на выходе. Для своего горячего напитка я буду использовать ром ангастура. Пятилетний выдержки в бочках из-под бурбона. Этот ром прекрасно раскрывается в горячих напитках, делает его слегка пряным и улучшает сладость. Я буду использовать 25 миллилитров на порцию напитка. Далее я добавлю сок из свежей малины, который я приготовил заранее. Он поможет подчеркнуть ягодную кислотность моего напитка. Я использую 15 миллилитров на порцию напитка. Следующий ингредиент. Это грушево-ванильный сироп, который я также приготовил заранее. Я добавлю 35 миллилитров на порцию напитка. Он подчеркнет сладость моего напитка, а также ванильные ноты рома во вкусе. Мой напиток будет состоять из двух слоев. Для приготовления второго я буду использовать 200 грамм сливок. Уважаемые судьи, я замерил объем заранее. И сироп из гибискуса, который я также приготовил заранее. Я добавлю 30 миллилитров на обе порции напитка. Мой напиток будет температурой примерно 60 градусов. Такая температура позволит раскрыть пряность рома и улучшит сладость и ягодную кислотность моего кофе. Во вкусе вы почувствуете шоколадную конфету с вишневым ликером, малину, ваниль. В послевкусии будет горький шоколад и какао. Пожалуйста, наслаждайтесь. Мне очень приятно было выступать для вас. Время. Спасибо большое Айрату. И уже буквально сейчас начнет подготовку на спирит-баре Константин Алексеенко, наш второй участник спирит-бара сегодня. Спасибо. Спасибо.